Мир будущего — это мир борьбы за таланты, и главным капиталом будут не деньги, потому что деньги, в принципе, это заменяемый ресурс, а это именно люди. Бизнес — это экспедиция. То есть люди, которые к нам идут, они понимают, что они идут в экспедицию на Эверест или в Антарктиду. Представьте, что в нашей сети сегодня работает на данный момент более 10 тысяч человек. От того, насколько эти люди удовлетворены своей работой, зависит на самом деле продукт, потому что наш продукт, он создается в каждой пиццерии, вот каждый день, в каждую секунду. У нас есть правило в компании «ноу-булшит». «Ноу-булшит» — это нет чепухи, скажем так. Или как японцы говорят, это слово есть такое «муда». Оно и по-русски так звучит прикольно. Это означает, что действие, не приносящее ценности, реальные ценности. Все очень просто. Каждый день, если ты будешь задавать себе вопрос, какую сегодня реально ценность ты сделал для своего продукта, для своих клиентов, если ты на этот вопрос будешь отвечать, то в принципе в компании может не существовать никаких процессов. Это будет самый главный вопрос, он будет драйвить из бизнеса. Один вопрос, он на самом деле решает все. Многие люди, они как бы делают жесткую границу между работой и жизнью. Ну, для нас жизнь, работа — это одно и то же, то есть это все перемешано, то есть нельзя, это дело. То есть, видите, счастливые люди, они делают крутые продукты. Если мы научимся, скажем так, существовать, если мы создадим вот эту компанию, которая будет сама по себе как организм, она будет привлекать людей, выращивать людей, то неважно, как поменяется рынок, неважно, что мы все равно создадим новые продукты. У нас украдут что-то, мы сделаем что-то лучшее. И, собственно, вся Додо Пицца и существует, и мы добились каких-то результатов с нуля, благодаря тому, что у нас получалось привлекать очень талантливых, крутых людей. Люди — это главное. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как мы изменили наш подход к упаковке с начала этого года. Все, кто когда-нибудь сталкивался с продукцией Apple, знают, какие это приятные ощущения от распаковки нового продукта. И также мы хотим стремиться к таким компаниям, чтобы наш гость ощущал те же самые чувства. Также вернемся немножко к истории. Ранее, в течение шести лет мы не отдавали должного внимания нашей упаковке. Мы не до конца понимали, насколько конкурентна наша цена на упаковку. Какой дизайн можно сделать? Как часто его можно менять? И основной проблемой, которую нам необходимо было решить, это у нас не было экспертизы в материалах, из чего изготовлена эта упаковка. А нашей самой главной задачей было обновить все ключевые позиции упаковки до федеральной рекламной кампании. Что же мы предприняли первым делом? Мы создали команду. На каждую позицию упаковки мы сначала сделали технические задания, потом совместно с коммерческим отделом проводили обязательно тендер поставщиков через B2B центр, платформу. И параллельно с этим в нашем внутреннем дизайн-агентстве разрабатывали дизайн в соответствии с техническим заданием, возможностями производства и желанием максимально реализовать идеи наших ребят-дизайнеров. И в ходе проекта мы определили для себя ключевые столбы, на которых мы должны опираться. Первое – это, конечно же, безопасность. Мы с Ильей Дружининым на данный момент посещаем все производства наших производителей. Здесь на фотографии даже производство поставщика второго уровня. То есть мы пошли еще немного глубже. И что можно сейчас сказать про безопасность? В нашей коробке для пиццы сделаны на данный момент верхний и нижний слой из стопроцентной целлюлозы, что гарантирует пищевую безопасность и возможность контакта наших продуктов с нашими коробками. Также в наших коробках используются краски с низкой миграцией. Следующее – это качество. Упаковка должна быть качественной. Мы изменили тип картона. Сейчас он стал плотнее и не размокает при доставке до наших гостей. Конечно же, при обновлении, при качественном обновлении упаковки важно было сохранить цену, либо улучшить ее. И что можно здесь сказать в наших результатах? Мы либо сохранили цену, но и также снизили на 15% цену на наши наборы на доставку. Теперь они стали вот такие красивые, как сникерс, я думаю. И крышки для кофе. Теперь они с носиком, с пятийником. Также, конечно же, нельзя забывать про дизайн. Алина Аскарова на съезде партнеров представила вам новую концепцию наших коробок. И в данный момент мы с командой максимально стараемся реализовать данный проект, все идеи художника, так как производство делает, конечно же, свои ограничения. Также я хочу вам более детально рассказать о проблемах, которые мы решали в течение этого проекта. Я думаю, некоторые из вас сталкивались с такой проблемой, когда вы заказываете большую нашу пиццу, и крышка от коробки прилипает к самой пицце. Мы более детально погрузились в данный вопрос. Вот настолько примерно мы погрузились. И помимо закрепления основного профиля картона мы закрепили также показатели верхнего и нижнего лайнера. И это нам дало последствия того, что мы закрепили эти показатели. Картон стал плотнее, и теперь в технических заданиях мы всегда будем в ходе тендера прописывать именно такие показатели. И мы уверены, что сейчас проблема должна уйти. Но упаковка — это не только коробки, стаканы. И я хочу рассказать вам о нашей наклейке контроль качества. Наша наклейка контроль качества — это индикатор безопасности, индикатор того, что продукт сделан в пиццерии по стандарту. Однако текущая наклейка не выполняла в полной мере своих функций. Она могла отклеиться от нагрева тепловой полки. Она могла, наоборот, прилипнуть слишком сильно, и ее было невозможно отклеить. Аналогично мы погрузились в эти материалы, тестировали различные материалы, тестировали различный клей. И я хочу вам представить наши новые наклейки контроль качества, которые как сейф гарантированно защищают наш продукт. И хочу рассказать о результатах нашей работы в течение 4 месяцев. К сожалению, повторюсь, нашей задачей было обновить все ключевые позиции упаковки до федеральной рекламной кампании. Мы не в полной мере выполнили данное обещание. Мы обновили 15 позиций из 22. Но у нас еще все впереди. До конца года мы обещаем до конца обновить всю нашу упаковку, перевести все наши технические задания на английский язык, чтобы мы могли тиражировать наши требования в упаковке и в другие страны. Всем спасибо. Я передаю слово Майкл. Майкл. Всем привет. Я Майк. Я дизайнер и иногда еще арт-директор Дудо Пиццы. Миссия нашей команды создавать качественный дизайн, который помогает увеличивать ценность бренда и продукты бизнеса. Эта весна, когда я приехал в Москву, я не знал очень долго, чем себя занять, потому что все позиции в компании были уже, в нашей команде были распределены, каждый занимался своим делом. Леонид распределил задачи, Ярослав управлял продуктовым направлением, Женя Путин рисовал дизайны для иностранных партнеров, ретушь фотографий была в руках Костина Сыбулина, Игорь Варенов занимался трейд-маркетингом, а команда фотолабы, Ирина, Кирилл и Кристина, делали офигенские фотки, как обычно. Именно тогда я понял, что у меня появилось много свободного времени, которое я мог бы потратить на решение одной очень важной задачи, о которой чуть позже. В конце прошлого года мы все командой, вместе с Леной Белых и ребятами из 2Sharp, которые помогали готовиться к ФРК, провели очень важный воркшоп. Мы собрали около сотни рекламных макетов международных сетей, разложили их на одной большой доске, проанализировали и поняли, что все, что мы делали до этого, это был просто какой-то детский лепет, и мы сами прожарились, как мы вообще стали сетью пиццерии номер один с таким маркетингом. Серьезно, да что такое? К примеру, акционы-макеты конкурентов кричали большими заголовками с явной выгодой для клиента, а мы радовали такой красивенькой картиночкой, но не показывали выгоду, и как бы не было понятно вообще, зачем, что мы продвигаем. То же самое, примерно то же самое творилось в продуктовых макетах. Другие компании уходили в креативы веселья, а мы делали такие темные дорогие макетики для какого-нибудь крафтового ресторанчика. Когда мы все это поняли, у нас в голове немножко включился безумный принтер, и мы стали фигачить кучу разных дизайнов. Очень много разных подходов мы выполнили, но мы решили проблему узнавать, вернее, мы решили проблему… Мы стали веселее, мы стали заметнее, но возникла другая проблема. Если убрать логотип все этих макетов, то невозможно было сказать вообще, что это за компания, или может быть, это даже несколько компаний. Тогда мы осознали, по сути, всю эту проблему, и решили, что пришло время создать дизайн-систему, которая поможет решить… решить ее. А чтобы справиться… вернее, чтобы решить эту проблему, нам нужно было увести внимание от логотипа, то бишь, когда он уходит с макета, мы по-прежнему должны были оставаться узнаваемыми. Для этого мы разработали, продумали несколько визуальных якорей дополнительных. Это сетка макетов, которая отвечает, где какие элементы расположены, в каком порядке. Мы придумали стили оформления текста от заголовков до описания ингредиентов. Мы закрепили единый вид для ценников и придумали иконки, рассказывающие о наших продуктах. А также мы создали правила для написания заголовков. Еще в дополнение к этому мы разделили… вернее, мы создали целый набор правил, как создавать продуктовые акционные макеты. Выглядит это примерно так. Немножко сложно, но если это визуализировать, то все становится понятно. Например, акционные макеты мы разделили на два типа. Это общая акционная макета, например, пицца в подарок и комбо-предложение. Они создаются по одному правилу примерно. Мы крупно показываем заголовки «выгоду для клиента», снимаем красивые, но простые, но вкусные фотографии и не рассказываем на много страниц о ингредиентах или о самих продуктах. Для комбо-предложения есть небольшое отличие. Мы создаем креативные заголовки, из которых ясна суть этого комбо. А еще, когда у нас появляется много продуктов, мы показываем их или через ситуацию потребления, или как со здоровенным комбо, объемом в виде коробок. С продуктовыми макетами мы разделили на три типа. Такое разделение позволяет нам одновременно в пиццере продвигать несколько новинок и не бояться, что какие-нибудь сырные рулетики отнимутся в внимание у пиццы-новинки. К первой категории, это категория продуктов, в основном относятся сезонные пиццы. Для них мы создаем отдельный мир с креативной идеей, уникальным леттерингом, тоже креативной фотографией. Еще мы позволяем себе иногда выходить за пределы макетов и украшаем фасады пиццерии, так же, как мы делали с мятной пиццей и оформляли пиццерию на Новый год. К категориям B продуктов относятся закуски, напитки и пицца с улучшенным рецептом. Для них мы тоже создаем креативный копирайтинг. Снимаем простые, но красивые фотографии, создаем макеты по шаблонам, при этом мы стараемся передать вкус и качество этих продуктов. Еще есть третья категория продуктов. Это C-продукты, это тестовые новинки, для которых нужно выдать бизнесу прямо здесь и сейчас. На момент, когда мы получаем ТЗ, мы обычно не знаем, как правильно снимать этот продукт, как его показать с лучшей точки зрения, с лучшего ракурса. Поэтому мы используем фотографии, которые снимаем для сайта, тоже верстаем макет по шаблону и предаем только качество продукта. В дальнейшем, когда продукт проходит тест и готов к запуску на всю сеть, мы снова соедимся за работу, создаем новый креатив какой-нибудь. И в данном случае продукт из категории C переходит в категорию B. Так же, как это случилось с пастой. Чтобы сохранить эту систему и упростить себе жизнь, мы создали шаблон для каждого носителя с необходимым набором иконок, ценников и стилями текста. Это UI-кит только для продуктовых макетов. На этом можно было бы сказать, что все, ура, миссия выполнена, но для нас, так же, как для всех вас, существует в этой компании Factor F. Недавно Федор дал очень ценную обратную связь, сказал, что это все, конечно, красиво, это все правильно, но если сравнить нас с конкурентами, мы все равно кажемся достаточно блеклыми. Поэтому мы работаем дальше над глушением системы, делаем ее более агрессивной и скоро выкатим ее. Все, всем спасибо. Всем привет. Меня зовут Анастасия Анферова. В настоящее время я работаю в направлении бизнес интеллиженс. И сегодня я хочу вам рассказать, как данные могут улучшить качество, повысить качество принимаемых решений, которые принимаем мы с вами каждый день. У нас в компании огромное количество данных. Например, только информацию о заказах мы храним в 37 миллионах строк. Если вам эта цифра не кажется большой, то я приведу другой пример. Если мы распечатаем всю таблицу, которая хранит у нас заказы, и листиками А4 будем выкладывать тропинку друг за другом, это будет путь длиной в 305 километров. Мы сможем добраться из Москвы в город Иваново. Но при таком большом количестве данных мы до сих пор полагаемся на экспертный опыт. Сегодня я хочу рассказать вам о тех случаях, когда наши коллеги при принятии своих решений полагались на данные и насколько данные улучшили качество их решений. Я расскажу это в трех случаях. Начнем. Случай первый. Это причины увольнения. Как вы понимаете, увольнение сотрудников – это один из грустных моментов в жизни пиццерии. Но кроме этого, это такая большая головная боль для любого управляющего. Я думаю, что вы слышали про пиццерию Парголова в первый день съезда, которая обозначила, что у них 200% прогнозируемая годовая текучесть. Я приведу вам еще примеры. Это прогнозируемая годовая текучесть двух наших розничных пиццерий. Это достаточно большие цифры. Управляющим для того, чтобы снизить эту прогнозируемую годовую текучесть, нужно создать классный сплоченный коллектив, чтобы люди не уходили. Зачастую мы с вами даже не знаем, почему наши люди уходят. Это происходит по нескольким причинам. Например, человек может дать при увольнении формальный ответ, искажающий реальность. А еще в пиццерии может быть просто-напросто небытий чара, который спросит у человека, почему он уходит. Розничная компания задалась этим вопросом, их заинтересовала, почему действительно уходят люди и где точки роста в этих случаях. Они обратились в контактный центр с просьбой обзвонить бывших уволенных сотрудников и поинтересоваться, что происходит, почему ребята уходят. И вы знаете, у нас в информационной системе есть прекрасные дежборды. Например, здесь мы можем увидеть, что в июне в некоторой пиццерии было нанято 4 сотрудника, уволено 5, мы можем провалиться внутрь, посмотреть, кто эти люди, почему они ушли, взять их номера телефонов и обзвонить. Это одна пиццерия. Для того, чтобы сотруднику контактного центра получить эти данные, ему нужно получить доступ к этой пиццерии. Потенциально пиццерии, которые будут заинтересованы в этой информации, на текущий момент 357. Это 357 доступов для сотрудников контактного центра к этим пиццериям. Это не самая тривиальная задача перебрать все пиццерии, все данные вручную и обзвонить всех людей. Для нас эта задача оказалась достаточно простой. Мы выбрали данные, почистили их, передали в контактный центр. Контактный центр обзвонил сотрудников, а розничная компания получила свои результаты. Так, например, в рознице убедились, что у них достаточно теплые отношения внутри коллектива. 100% респондентов говорили о том, что отношения внутри коллектива и отношения с менеджером были хорошие, но в качестве точек роста и причины увольнения ребята называли, например, маленькую зарплату, а также случай, когда работали целый день без перерыва. В ближайшее время этот эксперимент выйдет на федеральный уровень, и уже все пиццерии смогут получить данные о причинах увольнения их сотрудников. Случай следующий. Он связан с диджитал-маркетингом. Наши коллеги из диджитал-маркетинга поставили для себя амбициозную цель – привлечь как можно больше новых клиентов из диджитал-каналов. Благодаря их опыту им это удавалось достаточно хорошо, но все шло прекрасно до тех пор, пока они не пытались пояснить партнеру, насколько эффективно они тратят его деньги. Ребята заполняли пять документов, заполняли документы сторонние диджитал-агентства, они складывали это все в один документ, результат партнеру был непонятен и неочевиден. Когда они обратились к нам с этой задачей, для нас эта задача была одной из самых простых, но продолжительных. Что мы сделали? Мы сократили, во-первых, количество используемых источников до двух. Мы оставили один документ для диджитал-агентств и ввели в игру реальные данные из DoDoIs. Каждый партнер хочет понимать в рамках источника канала, в рамках источника, который тратит его деньги, сколько клиентов ему привел этот источник, сколько выручки он с этого получил, сколько стоит ему один клиент. Мы все это дело отобразили в едином дэшборде, и в ближайшее время, как вы можете здесь видеть, что по каналам здесь есть расход, выручка, новые клиенты, цена за нового клиента. И также этот дэшборд, он лимитирует, показывает, превысили ли мы цену за нового клиента, либо нет. И в ближайшее время этот дэшборд будет доступен каждому партнеру нашей сети, и все смогут понимать, насколько эффективен тот или иной канал продвижения и увеличивать бюджеты на этот канал. Следующий случай. Каждый в компании стремится делать свою работу прекрасно, но случается так, что наши клиенты бывают недовольны нашим сервисом. И эти клиенты дают нам обратную связь. До недавнего времени обратная связь поступала к партнеру, партнер работал с клиентом, после этого мы не знали, что случилось с нашим клиентом. Он остался им или он прекратил у нас заказывать. Контактный центр озадачился этим вопросом, и мы вместе с ними провели анализ и узнали следующие цифры. Так, например, перепутанный заказ нам прощает 63% клиентов и возвращается к нам через 14 дней. Списание денег с карты не огорчает 60% клиентов, и через 11 дней они уже делают следующий заказ. Неработающие промокоды не огорчают 59% клиентов, и через 9 дней они делают следующий заказ. С одной стороны, это хорошие цифры, большая часть клиентов к нам возвращается, но с другой стороны, мы теряем 40% наших гостей, которые к нам никогда не приходят. Эти цифры привели к управленческим новым решениям в командах маркетинга Дудуиса учебного центра. Что ребята решили? Вот часть из тех решений, которые они приняли. Например, было принято решение печатать этикетки составом заказа. Также сфокусироваться на обучении курьеров и ввести шаблоны для популярных акций, которые используют наши партнеры, чтобы им было проще с этим работать. Мы, в свою очередь, для того, чтобы вы знали о тех случаях, когда наши коллеги принимают решение, опираясь на данные, мы выпустили дайджест. Кроме того, что мы выпустили дайджест, мы получили свою рубрику в федеральном дайджесте. На текущий момент наш дайджест считает 190 человек, управляющей компанией, это примерно 76% аудитории. И этим завершающим слайдом я хочу сказать, что, дорогие коллеги, если вы еще не принимаете решения, опираясь на данные, полагаетесь только на экспертный опыт, приходите, пожалуйста, к нам. Мы будем помогать улучшать качество принимаемых вами решений. Все, всем спасибо, всем хорошего дня.